ПЕРЕД НАМИ СТОИТ СЕРЬЁЗНАЯ ЗАДАЧА Я буду говорить о том, что для некоторых является очень спорным вопросом, для других — крайне важным. А большинство из нас просто нуждается в напоминании. В серии учений, которые я начинаю сегодня, я назвал «Обновите освящение». Освящение — это слово, которое мы часто слышали в прошлом. Но я не уверен, что мы слышим его в последнее время. Это одно из слов, которые стали восприниматься как иностранные среди рожденных свыше христиан. Это слово вышло из нашего обихода, потому что мы посчитали его не столь важным, как нам казалось раньше. Я послушался повеления Божьего Слова «учить об этом». Мне будет непросто учить об этом так, чтобы никого не обличить, но при этом объяснить само слово «освящение». Многие из нас помнят это слово в составе фразы «освященная церковь». Люди говорили о том, что осветились. Освящение в основном коснулось того, как люди стали одеваться. Они также изменили свои взгляды на жизнь. И нельзя сказать, что они так уж ошиблись. Однако слишком много внимания уделялось переменам во внешности, в то время как работе над собой освещению души внимания уделялось недостаточно. Женщины трудились над собой с тем, чтобы начать носить длинные юбки и не пользоваться косметикой. Но выбравшись из брюк и избавившись от косметики, они не знали, что делать дальше. Были люди, которые говорили, мы не ходим в кинотеатры. В те времена, если человек был членом освященной церкви, он держался подальше от мирских дел. Он не ходил в кино, не посещал некоторые матчи, не носил яркую модную одежду. Женщины не пользовались косметикой, потому что из-за избытка косметики женщину могли называть «изавелью». Многие из этих порядков подвергались критике. И люди постепенно стали стесняться такого стиля жизни. Они говорили, что нельзя жить в таких жестких рамках. Но если подумать об этом, может быть, не все было правильно, но нам есть чему поучиться у того времени. Мы должны понимать, почему не стоит участвовать в мирских развлечениях. Вы знаете, что порядок и здравомыслие — это ключ к счастливой жизни. Но ложный порядок — мерзость перед Богом. Вот об этом мы и поговорим в данной серии проповедей, о здравомыслии, чтобы у нас была свобода, которую дает нам Господь. Перед тем, как мы прочтем первый стих на сегодня, я хочу, чтобы мы прежде всего дали определению слову «освящение», чтобы мы могли избавиться от традиционного и, возможно, неправильного образа мышления в отношении освящения, чтобы мы могли жить так, как желает Бог. Освящение — это, прежде всего, отделение. Это отделение. Слушайте внимательно. Это отделение для Бога. Мы уделяем много внимания отделению от мира, и это важно. Но мы недостаточно говорим о том, что мы должны делать, чтобы отделиться для Бога. Кто-то так сказал об этом. Если вы постоянно заняты добрыми делами, у вас не останется времени на плохие дела. Но если мы будем говорить только о том, чего делать нельзя, тогда нам не удастся научить людей, что они должны делать. Размежевавшись с чем-то, вам нужно заняться чем-то другим, потому что если вы не оставите что-то ради чего-то другого, то вас будет постоянно тянуть к тому, от чего вы только что отошли. Нельзя постоянно твердить, больше этого не делай. Больше так не поступай. Не ходи туда. Больше этого не одевай. Так вы отделяете меня от чего-то, но не даете мне ничего другого взамен. Будем реалистами. Наша человеческая природа такова. И если вы отделяете меня от того, что мне нравится, и не даете мне чего-то другого, то я вернусь к своим прежним увлечениям. Давайте будем честны с собой сегодня. У нас будет семейный разговор. Давайте разберемся. Библия четко говорит о том, что грех доставляет удовольствие. Давайте на этом задержимся. Грех доставляет удовольствие. Да и аминь. Не знаю, как вы, а я все еще помню. Я получал удовольствие. Я получал удовольствие от греха. Но дальше этот стих говорит о том, что грех приносит удовольствие лишь на короткое время. Это как раз то, чего мы не понимаем. Пока мы получаем удовольствие от греха, мы не думаем о том, что это не будет длиться долго. Это время пройдет, и за удовольствие придется расплачиваться. Мы слышали о греховном наслаждении. Но говоря об отделении для Бога, нужно вспомнить о другом стихе Библии, который гласит, что одесну Бога от Санов ждут вечное удовольствие. То есть, грех предлагает удовольствие на время, а Бог предлагает удовольствие вечное. я не хочу, чтобы вы знали только о греховном удовольствии, и не знали, что одесну и Отца есть удовольствие, которые не прекратятся никогда. То есть, какова награда за то, что вы послушны Божьему Слову? Какое вознаграждение за то, что вы живете праведно? Что вы получите за то, что проводите время в Божьем Слове? Какова награда за последовательную молитвенную жизнь? Что вы получите в результате верного посещения церкви? Что я получаю за то, что жертву я отдаю десятину? Какова награда за то, что я буду проявлять любовь даже тогда, когда мне хочется отомстить? Я думаю, величайшая трагедия в том, что мы не знаем, каково вознаграждение за правильную жизнь и поступки. Вот что происходит. Мы вроде и хотим поступить правильно, но поддаемся искушению нашей прошлой жизни, так как не уверены, что нам стоит прикладывать те же усилия для совершения правильных поступков, какие мы прикладывали для совершения неверных поступков. Я хочу показать вам, как перейти на сторону Бога. Меня беспокоит, что люди приходят к Богу, становятся рожденными свыше христианами, но почему-то не оставляют прежней жизни. Молодое поколение, и даже некоторые взрослые люди никогда не слышали слова «освящение». Ладно, мы примем Божье спасение, но только если мы можем оставить при себе кое-что из прошлой жизни. Если посадить в одну комнату спасенных и неспасенных людей, то трудно разобрать, кто из них спасен, а кто нет. Они разговаривают одинаково. И их трудно отличить. Почему? Почему мы, спасенные люди, продолжаем распутничать? Я никого не хочу осудить, я лишь рисую перед вами образ. Мы уже спасены, но продолжаем делать то, что делали в прошлом. А освящение означает отделение от того, что противоречит Божьему Слову. Я оставляю все это ради Божьего. Но в наши дни, если человек говорит о преимуществах христианской жизни, молодежь смотрит на него, как на сумасшедшего. Почему нельзя идти на вечеринку? Что плохого в этой музыке? Не будем говорить о том, что в этом плохого. Поговорим о том, что вы сделали. Вы приняли решение признать Иисуса Господом в своей жизни. Вы решили отделиться. Раз уж вы решили оставить свои прежние привычки, то, может быть, начнете делать что-то иное, если хотите, чтобы Бог показал вам то, что у Него есть для вас. Это лучше, чем то, что у вас было. Вы так стремитесь сохранить то, что у вас было, что забываете, кому служите. Бог даст вам гораздо больше всего. Что я хочу сказать? Где умножается грех? Благодать умножается еще больше. Все то, что вы имели, живя во грехе, Бог даст вам. Он сказал, «Я сделаю для тебя гораздо больше, когда ты перейдешь сюда, к праведности». Мы так и не завершили перемены. Мы стараемся понять, как шагать в ногу с Богом, одной ногой с Богом, а другой с миром. Но тогда у вас будет очень некрасивая походка. Я пытаюсь показать вам, что когда вы спасаетесь, и освящение становится вашим свидетельством, достаньте и вторую ногу, возможно, вы немного покачаетесь, но устоите. Возможно, вас будет клонить в ту сторону, но не ставьте туда ногу. Бог с другой стороны. Он говорит, «Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Бросай это. Иди сюда, иди сюда. У меня для тебя много удовольствий, гораздо больше. Ну же, иди сюда. У меня для тебя много удовольствий. Иди». Мы не совсем понимаем, что такое освящение. Освящение — это стремление Бога любить нас и отделить нас от того, что делает человека несчастным, больным, что погружает его в депрессию. Хотя грех и может доставлять удовольствие, но его последствия могут быть весьма болезненными. Итак, освящение — это отделение для Бога. Можно также сказать, что освящение — это отделение себя от нечестивых путей и поступков. Ключевое слово здесь — отделение. Вот еще одно определение, которое мне очень нравится. Освящение — это процесс, осуществляемый по Божьей благодати, в результате которого человек отделяется от греха и посвящает себя праведности. Вот что я хочу вам сказать. То, о чем мы говорим сегодня, и об этом речь будет идти на протяжении нескольких недель, это процесс. Повторите, процесс. Я не хочу, чтобы вы истязали себя за то, что вы еще не достигли того, к чему стремитесь. Это процесс. Скажите, процесс. Возможно, вы еще этого не достигли, но ведь это процесс. Вы можете поскользнуться и упасть, но ведь освящение — это процесс. И что бы вы ни совершили, даже если вы упали, я хочу, чтобы вы понимали, кровь Иисуса в вашем распоряжении. Кровь Иисуса может очистить от всего, что произошло в вашей жизни. Сатана желает, чтобы вы осуждали себя. Освящение освобождает от осуждения. Что делает дьявол? Он дает вам на мгновение насладиться грехом, чтобы потом ездить на вас всю жизнь. Вот что хорошо в христианской жизни. Что бы вы ни сделали, сколько бы раз вы это не сделали, кровь Иисуса может очистить вас от греха. И вам не придется носить на себе бремя греха всю жизнь. Любовь нашего Бога безусловна. Кровь Иисуса очистит вас. Даже если вы упадете сто раз, но все равно подниметесь. Ваши отношения с Богом все равно исправятся. Вы слушайте меня. То, о чем я говорю, это процесс. Вы слушаете? Это процесс. Через это вы будете проходить всю вашу жизнь. Всю вашу жизнь вы будете проходить через процесс освящения. Всю жизнь вы будете сталкиваться с искушением вернуться к тому, от чего вы отделились. Время от времени вас будет тянуть туда, и вам придется держаться. Вы слушаете меня? Мы, христиане, должны понимать, что недопустимо разрешать чувству вины и осуждению терзать нас. Если вы согрешили, если вы наступились, встаньте, поблагодарите за очищение крови Христа и продолжайте дело освящения. Вот почему опасно, когда один христианин начинает критиковать другого, будто он сам никогда не наступался. Я говорю это не для того, чтобы оправдать ваши стремления вернуться к низкому образу жизни. но не нужно клеймить христиан, изгонять их из церкви и притворяться кем-то, кем вы не являетесь. я пытаюсь поговорить с вами сегодня. Бог нуждается в вас. У Бога есть кое-что для вас. У Бога есть план для вашей жизни, но вы должны поверить в Него настолько, чтобы суметь попрощаться со своим прошлым. Не будьте как наркоман. Вы держитесь один год, но кокаин зовет. Вы знаете, что наркотик сделать с вами, но вас ждет нечто более чудесное. Если вы удержитесь, будете стремиться к Богу и праведной жизни. Все, что есть в этом мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все это стремится уничтожить вас, убрать вас с этой планеты. Освещение. Некоторые люди считают, что освещение это длинное платье и отсутствие косметики. Нет. Это не привлекательно. Это не длинное платье и отсутствие косметики. Друзья, я должен еще раз сказать вам, что я человек, признающий Мэри Кей и Макс Фактор. Кроме того, я ничего не имею против накладных ресниц, наращенных ногтей и париков. я верю во все, чем вы можете воспользоваться, чтобы помочь себе. Помогите себе. Будете выходить замуж, расскажите парню, что натуральное, а что нет. Скажите ему, что настоящее, а что накладное. Не нужно удивлять его в последнюю минуту. Покажите себя настоящую. Это не освящение. Но в этом должна быть здравость. Нельзя провоцировать своей одеждой. Не потому, что за это вы пойдете в ад. Нет, нет, нет. Я не это говорю. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Я хочу сказать вам, что в современном обществе ваша одежда порой может быть истолкована неправильно. Дамы, не нужно надевать брюки настолько узкие, что видны все неровности на ваших ногах. Они настолько узкие, что всей семье приходится помогать вам втискиваться в них. Такие узкие. и у вас столько всего, что не влезаете в эти брюки. Кроме того, вы показываете то, что называю опорным участком. То есть, эти брюки не закрывают целиком вашу, ну, вы понимаете, кое-что остается на виду. И не всем нужно это видеть, особенно, когда вы на публике. Я не хочу вас осуждать, возможно, это ваши единственные брюки. Я просто хочу сказать, что вы должны быть осторожны. Некоторые мужчины, глядя на вас, могут подумать, что раз вы это показываете, значит, готовы это предложить ему. Эти брюки, возможно, и стали причиной того, что вы продолжаете привлекать к себе одних придурков. Возможно, поэтому вам встречаются мужчины одного типа. Он симпатичный, но у него не гроша за душой. У него красивые волосы, но нет работы. Он хорошо одевается, но купить что-то вам он не может. Могу я говорить с вами с позиции отца? Возможно, вам нужно оценить себя. Как вы представляете себя людям? У вас замечательное сердце, вы прекрасная женщина, вам есть что показать, но может быть ваша мама не научила вас, образно выражаясь, заворачивать подарок, завязывать на нем бантик, чтобы нормальный мужчина взглянул на вас и подумал, в ней действительно что-то есть, раз она себя так подает. Я понимаю, что мы живем во времена, когда людям нравится выставлять свое тело на показ. все показывают тело, однако отдельные мужчины предпочитают, чтобы некоторые участки тела были закрыты, чтобы они стали тем человеком, который развернет упаковку и посмотрит, что там за подарок, когда никто другой не смотрит. Я надеюсь, вы меня понимаете. я знаю, мы живем в очень интересное время, очень интересное время, но именно в это время мы должны выделяться и отличаться, чтобы когда люди смотрят на нас, христиан, они замечали, что мы отличаемся от других. Никак не пойму, все в офисе матерятся, а ты никогда не говоришь грязных слов. А ты говоришь им, это не потому, что я не умею. Я встретился с Иисусом и признал Его Господом в своей жизни, поэтому я не употребляю грязных слов. Я похоронил словарь, ругательств, на заднем дворе. Я больше так не выражаюсь. После этого я стал работать над расширением своего словарного запаса, над развитием интеллекта, чтобы иметь возможность выражаться культурно. И вот в чем мы должны быть осторожны. Когда люди видят в нас живое послание Бога, нельзя использовать свою необычность для того, чтобы унизить окружающих. они грешники и, возможно, не знают этого. Но не нужно их забивать. Многие держатся подальше от верующих, потому что у нас нет терпения. вы же не стали такими, какие вы есть сейчас за одну ночь. А вы издеваетесь над человеком за то, что он не может за одну ночь превратиться в святого. Нам нужно научиться светить, а не слепить, словно фары. пусть люди заметят, что ваша жизнь отличается от их жизни. И когда они спросят вас, то расскажите им с любовью. Когда-то я был настоящим психом. Я думал, что умру. Однажды я решил пойти в церковь, хотя и боялся, но я все-таки пошел. И там я услышал слова, которые изменили мою жизнь. Меня переполняет любовь, и я хочу сказать вам, что люблю вас. Скажите людям что-то приятное. Ваше освящение не дает вам права стучать людям по голове Библии за то, что они не достигли того, чего достигли вы. Вот что происходит. Они наблюдают за вами, потому что вы живое письмо. Они не читают Библию, но наблюдают за вами. Вы критикуете и грубите, потому что у вас был тяжелый день. Но ведь после этого они назовут вас лицемером. И тогда у вас действительно будет тяжелый день. Библия говорит, что если вы плохо относитесь к людям, они отплатят вам той же монетой. У вас просто тяжелый день, а они говорят вам, ну и где же твоя вера? Но если мы будем хорошо обращаться с людьми, то они скажут вам, все будет хорошо. Я ничего не знаю о Библии, но если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать, потому что ты всегда был добр ко мне. Ты никогда не мучил меня проповедями, не заставлял меня ощущать себя никчемным грешником. Я всегда ощущал себя лучше рядом с тобой. с тобой. Я благодарен тебе за это. Можно я пойду с тобой как-нибудь в церковь? Не учитесь терпению. Я знаю, что они ненормальные, но я все равно буду любить их. И когда они начнут говорить что-то грязное, я скажу им, ты не сказал ни одного бранного слова с прошлой недели? Вы понимаете, что я говорю? Освящение это отделение. И вот то, что я хотел бы подчеркнуть в этой серии проповедей. Отделение для Бога. Я не хочу говорить из чего вы вышли. Я хочу, чтобы вы повернулись и пошли к Богу. Разве мы не должны говорить о том, что я сейчас делаю? Нет, я хочу, чтобы ты повернулся и пошел к Богу. Сфокусируйся на Боге. Многое тянет назад, но все равно стремитесь к Богу. Вы отделены для Бога. Если вы сейчас в грехе, просто повернитесь в другую сторону, к Богу, и я верю, Он протянет вам руку. Я уверен, Бог протянет к вам руку, ведь вам нужна помощь, освящение, отделение для Бога. Это процесс действия Божьей благодати.